Привет! Мы все еще находимся в этом страшном лесу в другом измерении. Нас 4 человека. Я, военный снайпер, пацан и Ирина. Мы не знаем, как выбраться отсюда и снова оказаться в нашем мире. Если ты смотришь это видео, то поддержи наш своим лайком и подпиской. Мы делаем общее дело. Пытаемся прогнать сиреноголового из нашего региона и по возможности остаться в живых. Чем больше ваших подписок, тем больше у нас шанс вернуться из этого проклятого леса. После того, как солдат спас нам жизнь от сиреноголового в облике Витязя, прошло уже пару часов. Начался дождь и сильно промочил дорогу. Мы шли по мокрому лесу все это время. Силы наши были уже на исходе. Дождь этот еще начался. Почему вообще в другом измерении идет дождь? Может мы вообще в нашем мире? Ну если так, то уже давно бы ночь наступила. Я прилетел сюда днем, а идем уже часа три, а может и того больше. Да откуда вы знаете, сколько времени? Часов-то все равно ни у кого нет. Может сейчас как раз и начнет темнеть. И комары эти уже достали. Не знаю, куда от них деться. Да я тоже уже не знаю, куда от них деться. Дядь Денис, все руки искусали. Вас тоже всех грызут? Да еще как, только под броником чисто. А так, весь в укусах уже. Странные они какие-то. Необычные. И слишком жжет место укуса. Мы дальше шли по лесу, отбиваясь от укусов комаров. Неожиданно Ирина стала кричать. А-а-а! Стойте там, монстры! Не ходите туда! Все быстро обернулись в сторону, куда показывала Ирина. Но там никого не было. Ты что, Ирин? Там все чисто. Никого тут нет. Снайпер, ты никого не видишь? От моего зрения никто не скроется. Ничего не вижу. Да как же чисто? Вон же они стоят с синими лицами. Все ясно. Походу у нее галлюцинации начались. Опа! У меня что-то тоже. И все в глазах как-то помутнело. Но еще не легче. Тебе тоже уже монстры что ли мерещатся? Да еще пока нет. Просто хреново. Ребят, я кажется понял. Все дело в комарах. От них у нас галлюцинации. Они, наверное, какие-то ядовитые. Точно. Вот почему так жжет место укуса. Ай! Что такое? Тебе плохо? Да походу то же самое, что и у вас. Башка трещать начинает. И зрение плывет. Все. Надо скорее выбираться отсюда. Не хватало еще от этих комаров пострадать. Все. Быстрее уходим. Отгоняйте комаров как можете. Ребята стали кто как мог отгонять комаров. Денис быстро пошел вперед. Мы поспешили за ним. Так уверенно идет, как будто дорогу знает. Сколько мы уже идем, и все не стемнело. Да. Это точно другая реальность. Мы шли еще, наверное, минут 10. Комары не переставали нас доставать. Неожиданно Денис резко подорвался с места и побежал к дереву. Пипец. Опять что ли его заглючило? С тобой все в порядке? У тебя опять глюки? Не делай резких движений. Да тихо вы не орите. Мне одному это кажется? Или вы тоже это видите? На старую колонку похоже. Да. Только очень необычной формы. И потом, что она здесь делает? Как будто для нас оставили. Кнопок полно. Крутилок всяких. На, держи. Снимай меня. Ничего не понятно. Денис стал пробовать нажимать на все кнопки на этом устройстве. Вдруг оно заговорило. Ну, наконец-то вы нашли портал. Теперь идите в место телепортации. Что? Ты кто такой? Какой портал? Какая телепортация? Сразу оговорюсь, что я вас не слышу. А на устройстве скоро сядет зарядка. Поэтому я бы советовал вам поспешить. Говорите, куда идти? Где север? Как мы найдем место телепортации? Идите ровно на север 2 километра. Там увидите машину. Дальше все расскажу. Ага. А как мы север-то найдем? Где у нас нет ни компаса, ни телефонов? Согласен. Компаса вообще нету. Идите ровно на север 2 километра. Там увидите машину. Дальше все расскажу. Да чего ты заладил одно и то же? Мы все поняли. Только север найти не можем. Если что, север от вас. Ровно вдоль деревьев, Которым было прославлено устройство. Ну хоть один нормальный совет. Спасибо. Давай камеру и погнали быстрее. Бежим. Пока мы бежали за Денисом По дождливому неприятному лесу, Я почему-то стал вспоминать Свою старую добрую жизнь. Когда я жил в своем измерении И не было этого проклятого сиреноголового. Ай, моя голова. Что такое, пацан? Ты чего стоишь? Давай, приходи в себя. Пошли, у нас мало времени. Побежали. Да-да, все нормально. Вроде отпустило. Все эти проклятые комары. Давайте быстрее. Если верить этому приемнику, То мы уже рядом. И правда. Буквально через 5 минут бега Мы увидели машину. Вы тоже это видите? Значит, не глюки. Этот малый в устройстве был прав. Бежим к машине. Мы поспешили к машине. Интересно, открыто. О, открыто. Отлично. Аббедин есть? Интересненько. Хотя, зачем он нужен? Все равно же мы находимся в параллельном измерении. Не торопитесь, друзья. Машина предназначена для перемещения. Но не по дороге, а между измерениями. И что? И что произойдет? Зачем нам это делать? Нажимай. Все равно здесь оставаться еще опаснее. А если что-то пойдет не так? Что тогда? Я вообще понятия не имею, как работает эта штука. Ладно. Давайте пробовать. Он говорил, все тумблеры вбок, вправо. Ну, с богом. И кнопка старт. А, где я? Вроде руки и ноги целы. Ты как, пацан? Нормально? А вы кто такой? Не переживайте. Я тот, кто вернул вас обратно в наши измерения. А, я понял. Вы тут голос из приемника. Но где? Где все остальные? Почему нас двое? Да, где моя сестра и военный? Я сам не понимаю, где остальные. А вы держались за руки при телепортации? Нет, а что, надо было? А я схватился за дядя Дениса от страха. Вот поэтому вы и переместились двое. Нужно было всем взяться за руки. Блин, как я мог об этом вам не сказать? Что? Вы не сказали? А нам-то теперь что делать? Что делать тому военному и девушке, которые остались в другом измерении? Через два часа телепорт снова будет готов к перемещению. Главное, чтобы хватило заряда. То есть что? Его может и не хватить? Это не самая большая проблема. Главное, что мы не сможем высчитать их точное место прибытия. Дальше Денис попросил меня выйти из комнаты. Таким злым я его никогда не видел. Я вышел, но остался подглядывать в дверной проем. После пары минут разговора ученый сказал. Есть один вариант, но мне нужен мощный компьютер. Есть такой, у меня дома стоит, поехали быстрее. Ты что, послу свой что ли стоял? Нет времени, ребят, меньше чем через два часа ваши друзья вернутся в наш мир. Но мы не знаем куда. Денис с ученым быстро побежали к выходу. Стали спускаться вниз по лестнице. Эх, как же я хочу, чтобы у сестры и военного все получилось. Чтобы они смогли вернуться обратно. И что это было? Походу, они вернулись в наше измерение. Ну почему? Почему без нас? Мы-то как здесь остались? Сейчас как раз это выясню. Так, что там было? Нужно все повернуть тумблеры вправо и нажать на старт. Посмотрим. Стой, давай я на переднее сиденье пересяду. Не хватало еще здесь одной остаться. Ну с богом. Ошибка. Недостаточно энергии для перемещения. В смысле недостаточно? И откуда ее взять? О нет, мы что здесь навечно? Мы с Денисом и ученым быстро ехали ко мне на квартиру. Нам нужно как можно быстрее узнать местоположение телепортации ребят. И прибыть на эту точку до их прилета. И все-таки я ничего не понял. Там в другом измерении была эта же самая машина. Откуда она там? Или как она здесь появилась? В том измерении это телепорт. Точнее вторая его часть. И передатчик будет работать только в ней. То есть это лишь визуальная оболочка? На самом деле там нет машины? Все правильно, пацан. Да, главное, чтобы они сообразили, как второй раз запустить телепортацию. Мы ехали еще около пяти минут. Вскоре машина остановилась. Все, мы на месте. Бежим в квартиру. Мы быстро вышли из машины и побежали вслед за Денисом. Через минуту мы уже зашли в дом. Вот компьютер. Надеюсь, вам хватит мощности. Ох, ничего себе! Вот это аппарат! Конечно, здесь все самые новые железки. Ни одна игра не тормозит. Оставьте меня. Мне нужно сконцентрироваться на точке поиска выхода. Пацан, пойдем в другую комнату. Но я хотел посмотреть, как он работать будет. Пойдем, ты будешь отвлекать. Без тебя будет ему быстрее. Мы с Денисом пошли в другую комнату. Дай камеру проверить зарядку. О, почти село уже. Хорошо, один документ в запасе еще есть. Только дядь Денис вставил флешку, как в комнату забежал ученый. Ура! Получилось! Я знаю точно место их прибытия. Сам не ожидал, что получится. Чего? В смысле не ожидал? Давай камеру. Очень нужна. Постойте, но вы ничего не объяснили. Ждите, все расскажу. Мы стали ждать этого человека в белом халате. По-моему, дядь Денис, он не совсем здоров. У него не все в порядке с головой. Не переживай, пацан. Настоящие ученые, они все повернуты на науки. Им некогда нормальными быть. Наконец, ученый вернулся и отдал нам камеру. Я встроил в нее передатчик. Все, снимайте. Я буду знать, где вы находитесь. Вот еще, кстати. Держи. А это что такое? Очень похоже на микрофон снайпера. С помощью этого устройства вы будете распознавать сигналы сиренеголового. Ученый стал нам демонстрировать разные сирены и что они означают. Я изучил все самые популярные звуки сиренеголового и разгадал, что они означают. Итак, первый звук. Этот звук называется чикагская сирена. Он используется в тот момент, когда сиренеголовый появляется неподалеку. Офигеть. Ну что, а вот второй звук. А он что означает? Этот звук воздушной тревоги. Когда вы его слышите, значит, сиренеголовый за кем-то охотится. Надо запомнить. Следующий звук. Этот звук называется белый шум. Когда вы его слышите, значит, сиренеголовый спит. А вот это важная информация. А следующий звук я записал, как сиренеголовый разговаривает на своем языке. Сиренеголовском. Слушаем. Мы еще пару минут слушали разные звуки. И после сразу побежали в машину. А ученый почему с нами не поехал? Он человек науки. Он остался за компом. Будет координировать нас, чтобы мы не заблудились. От него дома больше пользы. Он человек науки. Ребят, мы едем на это страшное задание. Нам нужно спасти Ирину и военных. И самим постараться остаться в живых. Пожалуйста, поддержите нас с вашим лайком и подпиской. Они будут согревать наши сердца в самое сложное время. А если вы хотите увидеть продолжение уже через 3 дня, то досмотрите этот ролик до конца. Мы для вас приготовили крутое бонусное видео. Это был вторник, 9 марта. Я лежал на кровати и никак не мог заснуть. Мне снились кошмары. Нет, не надо. Не трогайте меня. Я обычный человек. Ты уже давно не человек, сынок. Ты машина. Кибернетический организм. Терминатор. И ты будешь делать все, что я тебе скажу. Аккуратней, солдат. Ему сильно досталось. Будем использовать протокол Б-917. Ну что? Что это за протокол? Тише, тише. Не трать силы. Мы сделаем из тебя робота. Такого робота я не буду никаким роботом. Фух, пипец. Это сон. Всего лишь сон. Чуть с ума от страха не сошел. Больше на ночь никогда не буду терминаторов смотреть. Я потихоньку встал с дивана. Вышел в коридор. Так, а сколько уже время? Почему будильник не сработал? Да. Здесь-то ты чего делаешь? Я посмотрел время на телефоне. Было всего 7 утра. Все понятно. Я еще до будильника проснулся. И сестра не разбудила. Кстати, где она? Ирин, ты тут? Странно. Я на всякий случай проверил кухню, ванну, туалет, даже балкон. Сестры нигде не было. Куда это она ушла в такую рань? А, ну и ладно. Вот мне еще о ней волноваться не хватало. Она девочка взрослая, сама знает, что ей делать. Я пошел на кухню, включил плиту. Рядом на шкафу лежал свернутый листок бумаги. Записка что ли? Брат, мне все это надоело. Ты стал совсем неуправляемым. Я уехала к себе. Чего? Это я неуправляемый? Я нормальный, адекватный пацан. Уехала она. Ну и вали. Я уже взрослый и один легко проживу. Надо все обдумать хорошенько. Может, даже в школу сегодня не пойду. Сейчас много других проблем появилось. Деньги нужно зарабатывать, чтобы одному жить. Я попробовал кофе. Оделся. Вышел в подъезд. Сел в лифт. На свежем воздухе мне всегда правильные мысли в голову приходят. Да и вид там отличный. Я вышел из лифта. Открыл дверь на балкон. Здесь уже стояли два бомжа. Да уж, одному походу побыть не получится. Здрасте, товарищи бомжи. А скажите, пожалуйста, что это вы здесь постоянно делаете? Вам что, помойки ваши мало? Тихо-то. Видишь, шагарек думает. Ой, о чем он там думает? Как на очередную бутылку сообразить? Слышь ты, придурочный. Когда вообще-то, это, Динаида с моря приезжает. Я вот ей думаю романтик устроить. Что, красиво, да? Эй. Очень красиво, дядя Игорь. Я пошел. Пипец. Кофе попить нормально уже негде. Везде эти бомжи. Я вызвал лифт. Через минуту он приехал. Двери стали открываться. А? Вы кто? Вы те самые из моего сна. Что с вами, молодой человек? Из какого сна? По спокойному голосу незнакомцев в плаще, я понял, что они меня не знают. Пипец. Но они оба мне сегодня снились. Они сделали из меня терминатора. Военный и человек в плаще молча стояли в лифте и иногда переглядывались. Пипец. Скорей бы уже мой этаж. Не могу больше быть с ними рядом. Мне кажется, я схожу с ума. Вскоре двери лифта открылись. Я тут же выбежал на свой этаж. Офигеть, у меня руки трясутся. Даже в замок попасть не могу. Через минуту я кое-как открыл дверь. Зашел в квартиру. Ну нафиг, в школу не пойду в таком состоянии. Денек прогуляю, ничего страшного не произойдет. А пока лучше отдохну посижу. Надо расслабиться. Ай, что такое? Что у меня с головой? В глазах все плывет. И еще этот шум в ушах откуда-то взялся. Надо срочно умыться. От холодной воды должно стать лучше. Ох, вроде легчает. Хотя нет, что-то совсем плохо. А, вы кто? Все-таки это был не сон, да? Как вы здесь оказались? Тише, тише, пацан. Ты сам нам открыл дверь. Забыл, что ли? Точно, сам же открыл. Но я даже не понимаю, зачем. Конечно. Ты же полностью подчиняешься моим командам. Протокол Б-917. Включить перезагрузку системы. Стойте, какая перезагрузка? Вы что, я... Офигеть, башка трещит. Ух, надо завязывать спать на полу. Какие-то военные сюда приходили. Уже и не помню, сон это был или реальность. Что? Мама? Не верю своим глазам. Походу, я все-таки сплю. Конечно спишь, сынок. Только спать надо на кровати, а не на полу валяться. Офигеть, разговаривает. Походу, реально настоящее. С тобой все в порядке? Ты что на полу делал? А, да я это, мам, прибраться решил. Начал подметать, полы мыть, ну и заснул. Вот. Мама не очень поверила в мою историю. Но это и понятно. Я и сам бы в эту чушь вряд ли поверил. Ну что, давай показывай, где тут что у тебя самостоятельный ты наш. Я стал демонстрировать маме квартиру. Меня переполняло чувство гордости, что я сам на нее заработал. Ну почти. Я показал свою комнату, зал, балкон, ванную. Больше всего маме понравилась кухня. Но это и понятно. Она любит готовить. Сынок, у тебя что, болезнь? Что такое, мам? Какая болезнь? Почему мусора полное ведро? А ну-ка, быстрее иди выкидывай. Вот всегда так. Не успела приехать, а уже командует. И это в моей собственной квартире. Ну нафиг. Поиграть пойду сяду. Потом выкину. Сынок, я не поняла. Я тебе сказала, мусора выкинуть или играть садиться? Да-да, иду, мам. Да уж, ничего не меняется. То сестра терроризировала, теперь мама. И это она еще не знает, что я в школу не ходил. Думая об этом, я дошел до мусорных баков, выкинул мешок. Здесь же рядом увидел старых знакомых. Ну что, граждане бомжи, встретили Зинку с моря. Тихо ты, не ори. Видишь, горюка так весь на небе. Вдруг дядь Игорь резко сорвался с места и заорал. Вот она, моя мечта. Богиня идет. Идеал моей красоты. Привет, моя хорошая. Устала с дороги. Конечно, долгие перелеты выматывают. Пойдем, Зинаида. У меня для тебя сюрприз. Бомжи все вместе пошли в сторону дома. Интересно, чем все это закончится? Пойду за ними. Мы поднялись на лифте, прошли на балкон. Ну и где твой сюрприз? Как где, Зин? Ты смотри, какой вид. Весь город видно. И вот, смотри, это тоже тебе. Ну и зачем он мне нормально ничего не мог подарить? В хозяйстве все приходится, Зин. Ну что, как тебе подарок? Нравится? Не нравится. Мне на море дарили золото, а не виды твои. Чего? Кто там тебе дарил-то? Богатые, обеспеченные мужчины лучше тебя. Чего? А ну-ка иди сюда. Бомж Игорь погнался за Динкой вниз по лестнице. Ничего не меняется. Только встретишь уже брешу. Согласен с вами, дядь Петр. Как говорится, Горбатого могилу исправит. Все, больше мне здесь делать нечего. Домой пойду. Через минуту я уже заходил в квартиру, разделся, натянул на ведро мусорный пакет. Мам, я все сделал. Мам, ну ты где есть-то? Странно, куда она могла деться? Меня минут 10 всего не было. Ну, тем лучше. Хоть отвлекать никто не будет. А, что у меня с головой? Все плывет. Какой-то текст бежит у меня перед глазами. Я что, схожу с ума? Что я здесь делаю? Я же сидел за компом. Где мама? Это всего лишь твои иллюзии, сынок. При перезагрузке мозг киборга выдает желаемые картины и иллюзии. То есть, этого ничего не было? Мне все привиделось? И потом, какого киборга? Капитан, поднимите его. Он еще так и не понял. Военный крепко схватил меня и поставил на ноги. Все твои системы в норме. Ты будешь жить своей обычной жизнью, пока не наступит твой час. Мой час? Что это значит? После конца света ты поведешь остатки человечества на борьбу с машинами. Остальное ты узнаешь позже. Перезагрузи его. Сынок, ты что за компьютером уснул? Если хочешь спать, ложись в кровать. Да я не сплю, мам. Задумался просто. И полетели мои обычные дни. Я не знаю, настоящие они или это просто очередные жестокие игры моего разума. Но я знаю одно. Будущее не предопределено. Нет судьбы, кроме той, что мы сами творим для себя. И самое главное. Не тратьте время на пустяки, пока оно еще есть у нас.